Июльское утро, обещавшее прекрасный выходной день. Семен Петрович Столбов встретил горестным стоном, как скверно устроен мир, лучшим людям в нем житья нет, того и гляди, обзовут, заплюют, затопчут, Джордана Бруна сожгли на костре, у Коперника были крупные неприятности, Галилей тоже пострадал, а теперь вот я страдаю. Здравствуйте! Сегодня мы читаем фильетон кубишевцев Владислава Князева и Владимира Шакунова, который увидел свет на страницах всесоюзного юмористического журнала «Крокодил» в 1971 году. К этому времени имена авторов этого фильетона Князева и Шакунова были прекрасно знакомы читателям не только из Куйбышева, но и из многих других городов Советского Союза. А рождались эти фильетоны здесь, на кубишевских самарских улицах, на набережной реки Волги. И очень часто жители Куйбышева становились прототипами героев этих фильетонов. Я научность марксистскую пестовал, даже точками в строчках не брезговал, запятым по пятам, а не дуриком изучал капитал с антидюрингом. Вообще-то Семен Петрович страдал от ломоты в пояснице, но жена поняла его правильно. «Опять с кем-нибудь сцепился?» – спросила она мужа. «Психовал? Понервничал?» – уточнил Семен Петрович. «Теперь вот на нервной почве не повернешься. А все из-за наших молодых работников. Переживаю я за них. Другой бы сказал, какое мне дело? Для этого начальство есть. А что начальство? Нынешнее начальство молодым слово поперек не скажет. А я вот кому хочешь правду выложу, за всех душой болею. «Съездил бы ты лучше на дачу», – сказала Семену Петровичу жена. «Телом бы занялся». Семен Петрович опустил ноги и надвинул домашние туфли. «На пиво дашь? Поеду», – согласился он. «И то сказать. Чего мне мир переделывать, людей перевоспитывать?» – размышлял Столбов, пересчитывая выданные женой рубли. «Надо и о своем здоровье позаботиться». И поставив в хозяйственную сумку две большие банки, одну для клубники, а другую для пива, Семен Петрович вышел из дому и отправился на остановку. С авторами я знакома со своим моего рождения, потому что Владимир Шкунов – мой папа. А фильетоны, которые опубликованы были отдельно, действительно, и в центральной прессе, я их читала в рукописи. У меня с детства выработалось хорошее чувство юмора, смеялась. Мне они очень нравились. Всегда. Практически все. Начиная с первого опубликованного, по-моему, в московской какой-то газете в 1963 году. «Вы не знаете детей». Мне очень понравилась эта миниатюра о том, как детей из пионерлагеря ведут на рыбалку, с какими это трудностями связано. Ну, в общем, вновь какая-то водная тема. Июльское утро не обмануло надежд и стало лучезарным летним днем. Надо же, как печет! Недовольно одумал Столбов, ожидая автобус. Вот ведь как скверно жить в мире, и никак ты его не переделаешь. Здоровье не позволяет. Семен Петрович вздохнул и стал рассматривать людей на остановке. Ну, например, вот эта девушка в ярком и наверняка дорогом платье. Ишь ты, вырядилась на родительские деньги. Наверняка в ресторан собралась. Будет там сигары курить, понимаешь, и апельсинами их закусывать. Нынешняя молодежь апельсины как картошку трескает. Скверная молодежь. Ну, или вот этот пенсионер с гладиолусами наверняка не домой их везет. Какой-нибудь дамочке преподнесет. Будьте любезны, станет говорить. На карусели с ней кататься скверные нынче пенсионеры. Ну, а что можно сказать вот об этих молодоженах? Два раза уже поцеловались. И где? В общественном месте. На людях, понимаешь ли, любовь. А дома-то, небось, боксом друг друга подчуют. У нынешних супругов всегда так. На людях одно, а дома сплошной бокс. Скверные молодожены. В этот момент подкатил автобус и прямо перед носом у Столбова раскрылась дверь. Столбов сделал шаг в сторону и сказал, проходите, пенсионер с гладиолусами. И вы проходите, дорогие молодожены. Проходите, проходите, девушка, которая в ярком платье. К сожалению, последние слова Столбова заглушил звук закрывающихся дверей. Но это обстоятельство не сбило Столбова с его мысли. Родился тандем еще во время учебы в пединституте на факультете историко-филологическом. Они учились в одной группе, они подружились, потом они уехали в Пестравку работать. Первую газету, по-моему, «Степная правда», потом «Степные известия» или какие-то другие известия «Большой глушицы». А писали они в основном у нас дома по выходным дням. Когда была шестидневка, то в воскресенье, когда объявили пятидневку, то уже в субботу. Они запирались на кухне, потому что квартира была крошечная, однокомнатная. И спорили, 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 кричали, курили. Вот как-то так у них рождались, их произвели. Не знаю, как у Эльфа и Петрова, а у князя Шкунова вот так вот, на кухне. «Да уж, апельсинчики не картошка», – начал Столбов свою речь в автобусе. «Их можно ящиками трескать». «Верно, я говорю, девушка, куда нам с вами граждане? Это вот только им можно, на родительские деньги. На родительские-то деньги вкусно». «Верно, я говорю, а, девушка?» «А ты мне рот не затыкай», – сказал Столбов молодожену, который попытался вступиться за девушку. «Он, граждане, меня боксом испугать хочет». «У нынешних супругов так, на людях любовь, а дома сплошной бокс». «Верно, я говорю, пенсионер с гладиолусами для какой-нибудь дамочки». Седовласый пенсионер только посмотрел на Столбова и тихо сказал, «Стыдно, гражданин». «Стыдно? А чего мне стыдиться?» «Сарказмом», – ответил ему Столбов. «Я не пенсионер. На дармовые денюжки дамочкам букеты не покупаю. И будьте любезны им, на каруселях не говорю. Это ведь только на дармовые денюжки букеты для дамочек покупать приятно». «Ну чего вы, дяденька, в самом деле расшумелись?» – попытался урезонить Столбова юноша в темных очках. «Ведь выходной день сегодня. Смотрите-ка, погода какая чудесная. Выпивши, наверное», – предположил другой пассажир, глядя в сторону Столбова. Семен Петрович печально оглядел пассажиров. «Плохие – это были люди. Все без исключения скверные люди. Вот такова наша доля лучших людей!» – мелькнула в голове Столбова горькая мысль. «Заплюют, затопчут, обхамят. Все вы дураки, сопляки и хамы!» – напрягая голос, закричал Столбов. «Правду не любите! Апельсины дармовые жрать любите! Так вот я вместо апельсинов вам фигу сделаю!» «Это про людей, про то, как люди чувствовали мир. Они какие-то очень нормальные, мне кажется. Там сатиры фактически нету, какого-то стёба по отношению, я не знаю, к строю, к стране. Тоже не чувствуется. Ирония – да, ирония – да. Юмор безусловен. Любовь к человеку просматривается». Ну а дальше произошло именно то, что и должно было произойти в этом скверном мире. Автобус, не доезжая до остановки, затормозил, высадил Столбова на тротуар и захлопнул за ним двери. Хамы! Если они рассчитывали сбить Семёна Петровича с мысли, то у них ничего не вышло и не выйдет. Лучших людей не сломить. Джордана Бруно, Коперник, Галилей – все они гнули своё. Теперь вот гнёт своё он, Семён Петрович Столбов. Иначе он не может. Потомки не простят. «Всех всегда буду правдой бить», – порвозгласил Семён Петрович на всю округу. «Вот, нате вам!» И Семён Петрович вызывающе показал вслед удаляющемуся автобусу два больших кукиша. Негодяи, бандиты, нахаловы – это всё, я кричу, штучки карловы. Нет на свете печальнее повести, чем об этой прибавочной стоимости. С вами был Михаил Перепёлкин.